Прохлада успокаивает Господа Нарасим Хадеву 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 Шан Тараса – это граница царства любовного служения Господу Чистая любовь к Богу начинается с Дасьи Развиваясь, она принимает формы Саки, Вацалии, а затем Матхурии Все пять видов отношения с Верховным Господом дают нам возможность с любовью служить Ему Главное – любить Бога, а служить Ему можно, находясь на любом из этих уровней О Прохлада, тебе очень повезло, знай же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в различных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа Итак, Шрила Прохлада начинает свой комментарий к этому стиху с очень важного момента Что Тхирасарва Бхутана не означает, как тебе заблагорассудится, а означает так, как необходимо И в шастрах также описывается, что человек должен действовать в знании И есть такой вид препятствий в предном служении, называется Бхакт-Ютха Бхакт-Ютха – это то, что означает неправильное выполнение предного служения То есть то, что не связано с нашей кармой Шрила Вишанатыча Кравартидхакур описывает несколько разновидностей, которые препятствуют предному служению, когда мы можем говорить «это карма» Мы часто употребляем этот термин, мы говорим «это из-за кармы», «это карма» И Вишанатыча Кравартидхакур описывает разновидности проблем, которые возникают на пути ростка Бхакти И первое – это Душ-Критотха, если вы помните Душ-Критотха, карма То, что вызывает препятствия из-за нашей греховной деятельности в прошлом Что это означает? Это наше ограничение функций ума, чувств, интеллекта И ограничение в соответствии с этим нашего сознания То есть чем больше человек в прошлом или живое существо в прошлом совершает греховных поступков Тем оно менее совершенные чувства получает Менее совершенный ум, менее совершенный интеллект Что значит менее совершенный? Более подверженный влиянию иллюзии Более подверженный влиянию иллюзии И что значит в большей степени подвержен влиянию иллюзии? Это означает, что больше подвержен преобладанию низших гун природы В частности, гун невежества Что же происходит, когда человек обуславливается низшими гунами? Он привязанность испытывает, он действует из привязанности Что значит привязанность? Он действует исключительно ради удовлетворения потребностей, чувств и ума. И ничего не может с собой поделать. Ничего абсолютно. И Кришна объясняет, что даже в гоне страсти человек обладает сотню тысяч желаний материальных, то есть наслаждаться, и абсолютно не поддающиеся контролю чувства. Очень удивительное положение живого существа. Оно обуреваемо. Обуреваемо. Шилы Прабхупады переводят этот термин. Обуреваемо. Что значит обуреваемо? Мы прямо даже сами потрясены, что у нас возникает в нашем сердце. Ум находится не в голове, он в сердце. Мы показываем на голову, но это инструмент ума. Как зрение. Зрение тоже находится в сердце, но мы показываем на глаза. Слух тоже находится в сердце, мы показываем на уши. Все там, все возникает в сердце живого существа. И поэтому называют Хридая Пашу. Хрида означает сердце. Пашанди, Пашу или Пашанди, это негодяи, которые действуют только из привязанности. Иногда еще таких священников называют Пашанди. Священники, которые изображают религиозность, поют, одеваются как священники. Но они даже не пытаются удовлетворить Кришну. Они просто видят, что тот, кто здесь изображает из себя священника, он в почете и в уважении. И единственная цель таких священников, это привлечь к себе внимание для того, чтобы получать пожертвования, для того, чтобы получать славу, для того, чтобы люди думали, что они зависят от такого человека. Их тоже так же называют. Пашанди. И Хридая Пашу это то, что называют притворством. Живое существо начинает притворяться, будто бы оно благочестиво. Оно начинает изображать. И Парупада говорит, что эти личности в материальном мире, карми, это те люди, которые притворствуют. То есть они говорят о мире, о братстве, о свободе, о честности, о справедливости. Но вся их цивилизация построена на противоположных принципах. Абсолютно противоположных принципах. На каких же принципах? На принципах эксплуатации. Одних, другими. И Пашанди это те личности, которые эксплуатируют других, изображая вот эту напыщенность, напыщенную религиозность. И что значит Хридая Пашу? Парупада переводит сердце, стесненное или закованное в кандалы, в железо материальных желаний. Что значит закованное в материальные желания? То есть само сердце, оно хочет любить, хочет вот именно что-то отдавать, наслаждать, прощать и так далее. Потому что все эти качества, щедрость, аскетизм, сострадание, служение, это все производные любви. Когда мы любим, нет такого у нас впечатления, что мы там служим. Мы естественно это делаем. Это естественно. Аскетизм также в любви естественно проявляется. Мы говорим, госвами спали под деревьями, у них ничего не было, они жили в шалашах. Но любовь такова. Любовь делает человека счастливым в любых внешних условиях. Любовь не вынуждает живое существо быть неудовлетворенным, поскольку любовь высшее проявление духовной потенции. И поэтому даже в материальном мире мы видим, когда человек охвачен любовью, этим привлечением, мы так называем любовью, кама, в гуне благости. Шрила Пропада говорит, что здесь кама в гуне благости называется любовью настоящей. Ее воспевают поэты и так далее, художники. То есть любовь, которая делает живое существо слугой. И мы с вами говорили, когда мы привлекаемся кем-то, мы начинаем служить этому объекту. Мы начинаем служить этому объекту. Он может быть одушевленным, а может быть неодушевленным объектом. Это может быть объект, которого мы наделяем какими-то определенными качествами. Или объект, от которого мы зависим в своих чувственных действиях. И Пропада приводит пример. Мы можем служить машине, дому. Неодушевленные объекты. Можем служить одежде. Но это неодушевленные объекты. Но они являются источником наших. Что? Они являются источником нашего не только наслаждения, а привлечения к себе. Хорошая одежда привлекает к нам внимание. Хорошая машина привлекает к нам внимание. Дает не только нам комфорт, но и внимание. Не всегда одежда дает комфорт. Одежда зачастую дает престиж. Машина не всегда дает комфорт, дает престиж. И Шилл Прупад называет это ложным престижем. Но что же мы называем ложным престижем? Это те объекты чувств, которые привлекают к нам внимание. Других, таких же, сбитых с толку живых существ. То есть, привлечение объектами чувств. И поэтому в шастрах Бхагавадгите Кришна говорит, созерцая объекты чувств. Смотрите, здесь все созерцают объекты чувств. Значит, чтобы к себе привлечь внимание, нужно иметь объекты чувств. Хороший дом, красивую женщину, красивую одежду. Потому что все созерцают объекты чувств. Поэтому, когда мы голые, нами никто не привлекается. Но как мы одеваем какие-то кольца, брови красивые, ресницы, волосы, прическа, там что-то такое. Мышечный корсет, фигура какая-то. Люди начинают привлекаться этим. Одеждой привлекаются, вещами какими-то. И мы хотим друг другу показать запахи. Но все это объекты чувств. Что же хотят объекты чувств? Объекты чувств хотят... Вернее, что хотят чувства? Они хотят искать объекты. Какова цель чувств? Наслаждаться. Чем наслаждаться? Чем мы наслаждаемся? И здесь говорится... Вот этот приводится... Сарва бхавена. Тхира сарва бхавена. Что же такое бхава? Это то, что предшествует наслаждениям. Что же предшествует наслаждениям? Желание. Желание наслаждаться. Они предшествуют наслаждениям. Мы сначала желаем наслаждаться. Потом пытаемся это желание что сделать? Удовлетворить. Сначала предшествие, это означает желание. Какие же у нас желания? И он говорит, обуреваемые сотни тысяч желаний. Каких желаний? И Кришна опять говорит. Мы с вами говорим. Асад Тришна. Что же такое Асад Тришна? Асад указывает на материю. Асад, на материальную энергию. Сат. Сат-джагат. Это вечная энергия. Сат-джагат означает духовная энергия. Сат-джагат. Что же такое Асад-джагат? Это вечная также. Асад это вечная, но какая? Материальная энергия. Она тоже вечная. И Кришна говорит, просто она две функции выполняет. Проявленная и непроявленная. То есть она в двух формах существует. Но существует вечно. Проявленная и непроявленная. Дриште и Адриште. Проявленная и непроявленная энергия. Таким образом материальный мир, он вечен. Он просто становится каким? Проявленным и непроявленным. Когда он непроявлен, каково его положение? В непроявленном состоянии. Каково положение этой энергии? Майя. Когда она непроявлена? Какой? Статичная. Статичная. И опять во второй песне Шриман Бхагава там, он говорит, Кришна объясняет, как называется статичное состояние материи. Как? Ну, как же. Проповедники великие, ну, что ж. Что ж это? Забыли. Потому что там о деньгах, о том, о сём. Жены, дети. Так как же называется, кто помнит? Пратхана еще как ее называют? Куда возвращаются все элементы? Когда, говорится, Нарайана взгляд бросает на пракрити? Конечно. Это называется Маха Таттва. Непроявленный. Маха Таттва. Что такое Маха? Великая Таттва, энергия. Таким образом, она практически духовно становится. В своем непроявленном варианте она почти духовная становится. И поэтому мы видим, как объясняется, как Шримати Радхарани начинает трансформироваться, как энергия Хари начинает трансформироваться, как Хари Бхакти Вилаша, произведение, такое есть, где описываются эти категории трансформации, или еще называют Шакти Тантра, Вайшнава Шакти Тантра. Тантра, в одном случае, это как магия переводится, и в другом случае Тантра переводится как тайная. Тайная, непостижимая. Непостижимая. И Шакти Тантра описывает эти трансформации, как Шримати Радхарани, энергия Хари начинает трансформироваться. И как помните, да? Маха Лакшми, Лакшми. Так все трансформируется. Потом она превращается в кого? В Дургу. Или в Сати. Мы видим Сати. Сати очень красиво. А Дурга? Сати, разве она в руках носит тысячи топоров, тысячи кинжалов, петли, всякие крючки для пыток, для вырывания глаз, для разрыва нас, да, описывается, там не просто оружие, мы задумываем там пистолеты, автоматы у него, нет. Там именно те орудия, для вырывания глаз, вырывания зубов, ножи специальные для отрезания языков, для вытягивания сухожилий и так далее. Тысячерукая. Сагасра-багу. Сагасра означает тысячи, багу означает руки. Тысячерукая. И в каждой руке что? Не цветок лотоса, не раковина, ничего, даже не чакра, а орудие для пыток. Орудие для пыток. В тысячерукаях не просто оружие, стрелы там, астрови вас, нет. А вот что-то такое, пыток. Оружие пыток, потому что живое существо, бессмертно, его невозможно убить, его запытать можно. Как это по-русски? Задолбать его можно. Достать его, просто все время его достают, достают. И Дурга, она имеет тысячи орудий. Как нам причинить беспокойство? Не просто нас убить, а именно не добить, а оставить нас вот в тоске, в грусти, в печали, в боли, в страданиях. Откуда возникают эти страдания? Под влиянием проявленной энергии. Проявленной энергии. Что значит, Махататва, она, что, неодухотворена еще. Она живая, но она неодухотворена. Кем же она неодухотворена? Непосредственным живым существом, которое должно, что, войти. И взгляд, говорится, Шанху, Кришна, одно из имен Кришны, Шанху, но это имя Господа Шивы, Шанху, это его экспансия, Шанху, Шива Линга, Линга Шанху еще называют, оплодотворение, объект оплодотворения. Как у нас называется объект оплодотворения в материальном мире? Пипка. Детородный орган, гениталии, это объект оплодотворения, это сам предмет оплодотворения, это орган оплодотворения, поэтому мы видим Шива Линга, Шива Линга это гениталии. И так начинается трансформация, Шанху оплодотворяет Пракрити и появляется зарождение, начинается движение, все проявляется. Если наше тело, мы будем рассматривать, оно всегда живет. В нем столько много глистов, микробов разных, какие-то, ой, вообще ужас. Что там? Но почему они не считаются живыми существами? Они тоже считаются живыми существами. Так в чем же различие между мной и глистами, которые во мне? Вы видели, как там электроциты, тромбоциты, лейкоциты, они все двигаются, они живые. Там всякие эпители, там все такое, там с ресничками, без ресничек, они этого тоже достойны. У них там на 30 сантиметров закуковые эти вот реснички взливаются кверху. У кого там на 25? А коков там сколько всяких? Коки. Только приставки существуют. Такой кок, такой кок, такая кока. Миллиарды живых существ. Мы практически как космос. Называется микро- и макрокосмос. Во второй песне Шриман Багватам это описывается. Целая вселенная в нас. Потому что там Кришна в сердце. И Кришна на лотосе. Кришна на лотосе. С ним присутствуют все Махалакшми, все богини процветания, все писания, все вайшнавы. И они там внутри нашего сердца. Мы думаем, где-то они там. Они там внутри нашего сердца. И поэтому везде описывается постижение этого сердца. Что они дают и постичь нам наше собственное сердце. Истинное положение. Хридая Пашу. Железо, которое не дает нам пройти туда. Железо. Все запаковано. Все там завешено. Кандалы. Наручники. Всякие. Двери. За семью печатями. Ключей нет. И что дает? Ключ. Ключ. Шилфурпада говорит. Писание имеет такое шастрая. Это ключ. Ключ к свободе. Тра означает свобода. Шастра. Шаст орудия или предмет, при помощи которого вы можете освободиться. Шастра. Предмет, через который вы можете освободиться. Выйти из круговорота рождения и смерти. Выйти куда-то. Чтобы куда-то выйти, нужна дверь. Дверь на замке. Нужен ключ. Нужен ключ. Шастра. И так говорится, что бхава это предшествие любви. Мы говорим, вот тот достиг бхавы, его сердце было уже кундой любви, он плакал. И кажется, это любовь. Но говорится, бхава предшествует чему? Прэми. Значит, бхава еще, даже если мы это ощущаем и все остальное, это еще предшествие. Предшествие любви самой. В гхаве еще есть что? Цепи, которые мешают. Мешают прямо означает любовь, чистая любовь. Значит, бхава, даже если она очень серьезная, мы их ощущаем это, там есть препятствия. Какие препятствия? В гхаве. Что там остается? Желания. Какие? Да, эгоистические. Желания, чувственных наслаждений остаются. И мы читаем, как в Кришна Карнамрите описывается Билва Мангала Тхакур, который был на уровне бхавы. Ему нравились женщины. Не просто нравились женщины, он стремился с ними вступать в отношения. Но он был на уровне бхавы. Бхава это очень высочайший уровень. Среди нас нет ни одного бхавы. Едва ли кто-то достигает бхавы самой. Едва ли. Это большая редкость в Кали-югу. Поэтому приходит махавадания. Что такое махавадания? У вас нет бхавы, вы просто ее получаете. Почему? По милости. Что значит по милости? Вы сами этого не можете получить. В Кали-югу мы так бесполезны и так ограничены, что мы не можем получить бхаву. Бхаву, если мы слышим, Махарадж Пхарата получил бхаву. Махарадж Пхарата, он достиг состояния бхавы. В лесу сидел и просто исполнял указания духовного учителя. В лесу совершал жертвоприношение, следовал всему и достиг бхавы. Перед бхавой предшествует ану-бхава. Что такое ану? Пред. Пред. Ану и апа. Апа это означает от. Ану означает пред. Ану-бхава предшествующая. Какие же предшествующие бхаве были качества? Что человек уже любит Кришну. Он испытывает любовь, но это любовь нечистая. Что значит нечистая любовь? Как вы думаете, что значит нечистая любовь, но нечистая? Вот что, какая нечистота может быть любви? Корысть, какая корысть? Желание взаимности, на самом деле. Желание взаимности. Желание взаимности, это есть та корысть, которая тормозит весь мир. Что мы если уж любим То мы любим только в том случае И даже сильно Что мы хотим? Мы не хотим денег, ничего Кажется, что мы чисты Но что мы хотим? Взаимности А зачем нам взаимность? Это награда за нашу любовь Взаимность Мы хотим награды Мы хотим награды И мы что же увидели в истории Махараджа Бараты Он полюбил олененка Из-за чего же он страдал? Что олененку было? По барабану Олененку было по барабану Вот что проблема была Он ждал, он имел эту пхаву Все, он любил Но он ждал за эту любовь что? Ответной любви Награду в виде ответной любви А что гопи говорят? Почему они олицетворение премы? Истинной любви Они говорят, нам ничего не надо Нам нужна только сама возможность Что делать? Любить Любить А любить сразу порождает что? Служить Отдавать Наслаждать И в этом состоянии оставаться Вечно Служить вечно Вечно Как Ниранжина Махараджи рассказывал Что преданный просит у Кришны Что? Дай мне служить Вечно Позволь мне служить тебе вечно Ничего не надо Позволь служить тебе вечно Что это означает? Чистая любовь Никто не говорит Полюби меня Все говорят Позволь мне Любить тебя вечно Как? Ничего не надо Можешь не замечать меня Можешь вообще не появляться Передо мной Можешь грубо со мной Обойтись Не важно Как ты со мной поступишь Позволь мне тебе Служить вечно И Кришна Чтобы Отплатить за такую Любовь чистую Он позволяет Любить себя Через то Как он Он Дает Свою любовь Своему предному И он может ее Что делать? Раздавать Раздавать И Это состояние называется Бакта-карунья Бакта-карунья Что такое Бакта-карунья? Бакта кто такой? Кто имеет бакти? Нет Это не предный Это Бакта Это тот Кто имеет бакти Мы говорим Предный Все мы предные Но разве у нас есть бакти? Нету А мы все себя называем Предными Мы садхаки У нас есть садхана Вот почему Гуру Махараш Он объяснял Садхака Только садхака Может получить бакти И стать бактой Но пока мы не бакты Потому что Бакта Это тот Вы тот Что у вас есть? Вы еще не тот Как чего? Нету Если этого нету Как вы будете этим? Этого же нету Почему надо быть А не казаться? Почему мы говорим Пащанди Что они делают? Ничего нету Но они делают вид Что у них это навалом Чтобы люди им за это платили И они потом говорят У меня навалом благословление Если ты меня удовлетворишь Я так сделаю И все У тебя будет И ты не думаешь Что у тебя будет То что ты мне отдал У тебя будет что-то такое Чего ты даже не поймешь Это трансцендентально Мы видим Как в истории Бахтинон Тхакура Башикишена Он так Он там В огне сидел Не горел Водей не тонул Так кстати И так далее Как и ранее Кашипу И он сказал Ведите ко мне своих жен Я буду в них проявлять Семя любви к Богу Через половые отношения Это тантра называется Тантра Я буду проявлять В них Любовную потенцию То есть я буду Оплодотворять их Как на Райана Как на Райана Я буду их оплодотворять Но он не был На Райане Он даже не был Шанху И даже не был Лингом Он дальше Последующие трансформации Да Он просто Гениталия ходячая был Крупада так говорил Он был ходячей гениталией Которая Выставила себя Вот как по Шанде То есть Они хотят просто Совокупляться Но Не хотят просто Совокупляться Они хотят Чтоб люди Их половые отношения Воспринимали Как какую милость Божественную Божественный секс Они обожествляют Они обманщики Они обманывают Они говорят Что любое Сексуальное отношение Со мной Является милостью Вот как они подражают Что я тебе даю милость На Получи Бхакти лата И он говорит Они негодяи И что же такое Хрида и Пашу Это вот это состояние сердца Что мой секс Какой Божественный Любить меня Это есть милость Для этого человека Любить меня Для них милость И я милостиво Буду их Осеменять И Шила Парупада В третьей песне Шриман Бхагаватам Описывает Как Отец Полубогов И демонов Кашьяпа Он Милостиво Осеменял Описывается Шриман Бхагаватам Как Дакша Способный Такой Осеменитель Почему же они не считаются Чистыми Предными Они хотят Что Что же хочет Живое существо За свой секс Как вы думаете Что хотят Все женщины За свой секс Мужчины Чтоб За это Им Служили Все хотят Что если я тебе дал секс Ты теперь Мне Что Должен Что Все отдать Ты теперь Меня должен Наслаждать Или ты Меня должна Наслаждать И ты должна Мне теперь Вечно Ну вечно До гробовой доски Они в этом говорят Церкви или где До гробовой доски Теперь будешь Мне что Служить И они вместе Это делают То есть не то Что одного Кого-то Жену раз Выталкивает Муж там сидит И поп бы говорил Обещаешь ты ему Служить до гробовой доски Давай клятву А он бы только сидел И слушал Как гуру Да Ну я тебя принимаю Ладно Нет Их обоих спрашивают Почему Потому что Они оба хотят секса Они оба хотят секса И в Шриле Павпаде говорит Секс выражается Не в таком прямом А желание Иметь себе подобных Очень удивительная Тонкая сторона О которой никто Даже и не задумывается Не желание Самого полового акта А желание Плодов Полового акта Желание Иметь Именно детей Наслаждаться С детьми И Павпада говорит Как только вы встречаете Человека Который Играет с детьми Заигрывает Ему нравятся дети Знаете Что это Скрытое для него Для его сердца Желание Секса Желание Секса И поэтому Мы видим Как молодые девочки Маленькие девочки Играют с маленькими малышами Старики Почему играют Малышами Что они хотят Да И поэтому Говорится Они начинают С детьми С детьми Играть Им нравятся дети Это тонкая Скрытая Для живого существа Сексуальная потребность Скрытая Сексуальная потребность Желание Иметь себе подобных Не только По образу Но и По подобию Как кто Как Бог Желание иметь По образу Ой как похож на меня И такой же Святой То есть желание Воплотить в своих детях То Что мы не воплотили Где В себе Желание воплотить Все то Что мы не воплотили Поэтому мы хотим Чтобы дети были Красивее нас И поэтому Когда они красивы Мы говорим На нас похожи Когда они делают Гадости Мы говорим Это все Жена Или муж Жена Говорит Весь в отца Или Муж Говорит В Риме Весь в тебя Что-то хорошее Сделает Весь в меня Что-то плохое Весь в тебя И так они делят Постоянно Таково Состояние Сознания Обусловленного Живого существа Хрида и Пашу И говорится Когда сердце Заковано В такие каналы Человек Обуреваем Этими желаниями Какими желаниями Иметь в себе Подобных И женщины День и ночь Что такое Матаджи Что же она хочет Секса Или чего Нет И поэтому Мы можем видеть Что женщины Иногда говорят Да зачем мне Секфобия Когда я думаю О сексе Сплевываю Но когда я О каком думаю Я не сплевываю О детях Как удивительно Как скрыто Все И только человек Что такое скрыто Что же скрывает И вы помните Как Да Майя Она так Наворачивается Что живой Что не понимает Что она хочет Секса Она хочет Секса Через желание Иметь кого Себе Подобных Через желание Иметь себе Подобных И в шастре Говорится Что Господь Санкаршина Лишен Самого Главного Недостатка Это в Шриман Багава там Описывается Господь Санкаршина Лишен Самого Главного Недостатка Которым Охвачены Все живые Существа В материальном Мире Это желание Иметь себе Подобных То есть Желание Уподобиться Кому Богу Богу И поэтому Шрила Бхакса Сарасвати Говорит Я бы сокупился Сотни тысяч Раз Если бы Знал Что мои дети Будут Чистыми Предными То есть Нежелание Он выразил Таким Скрыл Парупада Говорит Мой Гуру Махараш Скрыл Отсутствие В себе Этого желания Поэтому Он величайшая Личность Он скрыл Это желание Для простых Людей Чтобы они Его не осуждали У него Просто не было Желания Иметь Что Подобных Он не хотел Сподобляться Богу Не было Желания Иметь Себе Подобных Далее Шилапрупадов Шримат Бхагав Там Описывается Чем более Глупа Женщина Чем больше У ней Детей Что На райских Планетах Полубогини Рождают Беременеют Один раз В жизни Один раз В жизни И то Если этого Захотят Сами Один раз И это Считают Что Вот это Если желание Появилось Оно тут же Исполняется Один раз В жизни Но это Позор И такой Позор Не как А позор Для нее Что она Все таки Сподобилась И Шилапрупада Говорит Чем Женщина Чем больше Она под влиянием Низших гун Находится Тем Она чаще Беременеет То есть Желание Беременить Нет у ней А что-то Она беременеет Все время И Шастрах описывает Так Иллюзия Майя Покрывает Тонко Покрывает Сознание Живого Что Пашу То есть Что притворяется Живое Что Я этого Не хочу А это Происходит И Парупада Говорит Что Это Самый Тонкий Вид Самый Тонкий Неуловимый Для живого Существа Что Я этого Не хотел Но Это Почему-то Происходит Но Это Очень Высокий Уровень Это Уровень С освобождения Говорится С уровня Освобождения Живое Существо Начинает Наблюдать Что С ним Происходит То Да Но Оно Раньше Этого Не знало Оно Не знало Об этом Что Все Что С нами Произошло Это Наши Желания Вот Эта Внешность Вот Эта Карма Все Что С нами Произошло Что Нас Убивали Где-то Нас Оскорбляют Это Наши Желания О которых Мы Ничего Даже Не Подозреваем Даже В фантазиях У нас Так 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 Покрывает Иллюзия Живое Существо Что Оно Даже Не И поэтому Он Говорит Кто Дура Джана Дура Джана Кто же Такой Дура Джана Почему Маха Джана И Дура Джана Есть Что Такой Маха Джана Что Такой Джана Джанардана Кто Такой Что Что Такой Джанардана Джана Ниваса Называют Кришну Джанардана Что Что Такой Джана Почему Маха Джана Что Что Такой Джана Кто Знает Рождение Рождение Самбова Называется Так Что Такой Джана Джанардана Кто Знает Что Такой конечно сердце дура джана и так два пить это сердце хрида и джана джана это означает состояние сердца есть сердце а есть состояние сердца и когда говорят маха джана великое состояние в чем великое состояние она очищена что такое дура джана все заковано то есть живое что становится пленником этих желаний пленником всех этих ощущений она в плену и самое страшное что она об этом они знания как называется невежество она не ведает то есть она даже не знает о своем положении вот почему говорится что такая аскеза для живого существа смешать в каком она положении реальном это как для поросенка вот в этом мультфильме если бы ему сейчас рассказывать что реально он бы мог быть счастливым смотрите он был счастлив что у него мама папа он он их любит только потому что он думает что они так счастливы что он появился он хочет быть на них похожими дедушка он счастлив за дедушку он счастлив это его мир он там счастлив если вы рассказали бы реальную картину он бы смог вообще быть счастливым в соли он родился и вы ему раз сразу глаза о маги антимиран досья что делать и первое чтобы он захотел сделать убежать от этого побег из шаушенки сделать побег да побег он бы хотел он задумался бы а что-либо можно изменить или это все определено и никуда и так живое существо получая знания и здесь говорится что все начинается с дасе но предшествует дасе пропагает шанта нужно достигнуть этой шанты для этого живое существо должно понять что же она в каком же она положение оказалось почему же она счастлива и несчастна иногда почему она счастлива и несчастна иногда и если счастье если несчастье на самом деле или все это одно большое и счастье который лишь выглядит иногда счастьем и в шастры говорится когда страдания ослабевают живое существо это состояние ослабленных страданий называется счастьем а усиление страданий называется горем суки духи да а суки духи да и что такое да усиление и ослабление да пропадает усиление и ослабление суки духи да усилилась боль горе ослабла боль не исчезла вообще просто ослабла и пропада приводит пример помните да кшатрия как наказывали к стулу привязывали и в воду опускали не били ничего не делать воду опускали и ждали пока он начнет тонуть и в тот момент когда человек дергается все такое и пузыри они не вытаскивали они начали видеть как легкие заполняются водой то есть выпустить в отдых и нужно больше что он хочет вдохнуть и в этот момент начинаются судорога начинается что когда вы легкие заполняется это ужасная боль и вот этот и вот тогда они раз вытаскивать но он же без сознания там уже свет появляется звон ушах это кресло вытаскивали и один здоровью в пузо ему ногой из него фонтан еще большая боль потому что вы хотите вдохнуть легкие освобождение а вы не можете спазм наступает называется выдыхатель или гипоксический спазм все такое и в этот момент этот шатрия человек приспособленный к боли ко всему это почему кшатрия бравана не может это терпеть парупада говорит бравана не может таких издевательств терпеть терпеть может кшатрия все эти физические вещи терпит только кшатрия и в этот момент он говорит он испытывает счастье суки когда он вдыхает в воду он испытывает духи но то и другое суки духи да то есть все это горе большое одно горе но это все иллюзия покрывает покрывает иллюзия слава богу не убили только избили счастье представлять то есть тебя избили но не убили и чего слава богу он же бога прославляет весь избитый вывели зубы руки ноги уши оторвали ребра переломали но не убили и он говорит что это что повезло так вот как мудрецы говорят повезло когда их избили забили они говорят что повезло могли бы что и убить как же мы можем думать что это несчастье что у нас нету денег там ли чего-то нету особняка какого-то а могли бы что и убить и поэтому кришна говорит что ты должен помнить о смерти арджуна что смерть является показателем всего ты еще не знаешь что такое страдание смерть почему кшатрию такие вещи показывали его выводили на гран чего как вы думаете он думал себя сожженных а детях там о чем-то как он выглядит как он одет а чего что не убили о пропады объяснял он испытывал счастье что не убили что так шатри они что должны делать убивать они должны постигнуть этот аспект смерти почему все время говорили всегда готов к смерти должен быть всегда и воспринять ее как как должное когда бы она не пришла во время болезни во время сна эпидемия разруха нападение отравление что угодно он должен быть готов к чему к смерти и когда человек в этом состоянии находится он начинает все что вокруг него что делает синить что же он ценит он ценит богатства объекты он начинает ценить жизнь жизнь ценить начинает что же такое жизнь что ж такое жизнь для чего нужно жизнь как что сделать Да Как вырваться из этого состояния И поэтому он говорит Мукты Есть мукти, а есть мукты Кто такие мукты? Кто они? Они хотят освобождения Мы сначала хотим его Мы еще не свободны Мы хотим его Мы хотим освободиться Почему? Мы стали понимать Омагиант и миранда сия Это говорится Что как человек получает знания Он начинает видеть В каком он положении находится Откуда же появится желание освобождения Если вы не знаете В каком вы положении находитесь Если вы счастливы За своей женой, которая пляшет Да не просто пляшет какой-то Ведический танец даже пляшет Разве это счастье? Вашего дедушку приглашают на праздник И он такой нарядный Это счастье Эта иллюзия так покрывает И что же Где же это происходит? Это происходит в сердце В сердце живого существа Как кто-то узнает Что вы очищаетесь сердцем А? Так вы хотите отсюда свалить Какие деньги Какие телки Какие там что-то метелки Какие дети Какие жены Вы поняли В каком вы состоянии Здесь находитесь И как все здорово устроено Для этого счастья Поросенка Которого ждет впереди Только холодец И ничего больше И он добровольно Бегает по двору Даже собака на цепи Если ее снять Она сорвется А свинья Добровольно Животные Без цепей Кроме собаки Все без цепей Удивительно Добровольно Живое сто Добровольно И оно говорит Я Свободна Это мой выбор И пропадок говорит Если свинье Предложить апельсины И испражнения Он пропадок К нам же К свиньям обращается Как вы думаете Что выберет свинья То есть Мы должны подумать И хорошенько Обдумать все И выбирай Что пожелаешь А что ты там Желаешь все время И он говорит В сердце Пляшет Эта шлюха Как удивительно Бхакти Винон Адхакур Подчеркнул Что в сердце Танцует Шлюха Потрясающе Бхакти Винон Адхакур Не вот Но Совершенно Отражает Что происходит С сердцем Живого существа Там танцует Шлюха Никому ничего Это не навеивает Танцует Шлюха Ну а как Ты что Ты хоть раз видел Как шлюхи танцуют Ты бы Ты видимо Даже не понимаешь Ты думаешь Шлюха Ты что такое Бх Эх 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 Шлюхи так не танцуют Так танцуют дуры Шлюха Про пады говорит Я знал одного человека Которому было 90 лет И он ходил В ночной клуб Вы что думаете В ночном клубе Она Стоит там И в ходу И все на нее смотрят А? Если бы вы когда Фильм какой-то видели Почему мужики туда Все толпой Что они там делают Там Заталкивают им деньги И туда все Ходят и ходят А под эту марку Им там наливают Наливают Это дешево Под эту марку Все остальное Сбагривают Понимаете, да? Суть-то в чем Не они Ради этого Готовы Все остальное Принять Все остальное Дома, машины Квартиры Одежду Мускулы Что угодно Потому что Они хотят Видеть Шлюху Потому что Она в сердце Пляшет Она танцует В сердце Это шлюха Как удивительно Бахтина Тхакура Объяснял В моем сердце Танцует Не переставая Шлюха И я любуюсь И она Завораживает Меня этим танцем Завораживает Что произошло В сердце Джамилы Он был Чистым браманом Что же он увидел? Он не знал Что в его сердце Еще Продолжает Плясать Кто? Шлюха То же самое Происло С махараджем Бхаратой Калиненку Он как отнесся Как кому? Как ребеночку Наделил его Своими качествами То есть Подобием Фиг с ним С образом Подобием Теперь давайте Наделим Он говорится Наделил его Теми Которыми сам Обладал Которыми Которыми Был сам Восхищен Которым Сам был Устремлен И ждал От него Что? Взаимности Почему? Женщин Мы не можем Бросить Мы так ждем Когда же Когда они Изменятся Женщины ждут Когда же Изменится Мужчина Что это значит Изменятся? Для чего? Давай Давай Когда ты Изменишься Мне будет С тобой Еще Лучше Мне С тобой Будет Лучше Дурачок А если Мне будет С тобой Лучше Я тебе Покажу Как По-настоящему Любят Я так Тебе Станцую Что перед Тобой Танцевать? Ты Не Взаимностью Не Пользуешься Но Когда я Чувствую Взаимность Я Начинаю Танцевать Итак Бхактивино Тхакур Почему Он Ачария Он Объясняет Это Что В сердце Живого Существа Вы понимаете Хоть Немножко Начинаете Постигать Что это Такое И мы Этого Даже Мы Говорим Она Где-то Там Пляшет Можно Так И она Не Танцует И если Мы Не Поняли Историю Билла Мангала Тхакура То Мы Будем Думать Он Просто Она Танцевала Во внешнем Мире Он Глаза Выколол И все Она Не Танцует Глаз Долой И сердце Вон Нет Кого В сердце Обнимает Живое Существо Эту Ведьму Эту Ведьму Мы Думаем Ведьма Она Такая Как Это С Клюкой Там Наступит Как Это Ну В русских Сказках Нет Вайшнавской Литературе Каждый Раз Описывается Что Минека Она Ну Супер Пупер Друпер Она Плесунья Она Так Красива И Кришна Называет Ее Божественная Энергия Указывая На ее Божественная Это значит Всепривлекающая Что Такое Божественная Красота Божественный Ум Привлекательный Ум Привлекательный Кого-то Внешность И он Говорит Моя Внешняя Энергия Это Божественная Таким образом Она Божественна Как Внешний А внутренний Она Ведьма И Она Она Там Танцует Это Ведьма Ведьма В объятия Он 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 Не Это 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 Не Как Вы Себе Думаете Мне Надо Сейчас Домой Я Чувствую Себя Уставшим И поэтому Я чувствую Что в этом Процессе Отсутствует Правильный Отдых Не удовлетворить От Увеличивающегося Чего Вожделения И требует Отдыха Что такое Отдых Место Где он Спокойно Беспрепятственно Может его Удовлетворить Вот что Означает Что в сердце Танцует Эта Шлюха И она Меня доводит До сумасшествия Что я Начинаю Избегать Того Общества Тех Мест Мне тяжело Там находиться Потому что Она так Меня Околдовывает И заманивает Прохор Прохор Видели Да Угрюм Река Там такая Была Какая-то Я же забыл Какая-то Синильга Во Прохор И он Ааа От всего устал Я устал От дома От семьи От жены От всего устал Синильга И она там Почему Пашанки Вот это Такие они Эти священники Они даже Не разбираются В чем суть В чем суть Авторитета Он защищает Нас И там Беспрекословное Подчинение Витхи Садана Витхи Или Садана Вайтхи И пропад Разделил на два Термина Витхи И вайтхи Что такое Витхи Беспрекословно А вайтхи Подчиняться Беспрекословно Подчиняться Беспрекословное Подчинение Любому приказу Как вам отдыхать Где вам жить Что делать Все идеально Делается Но как Кому только Такое говорят Кто обращается С этим вопросом Это означает Он сам Попросил этого Потому что Он Увидел вещи Такими И он В ужасе Что делать Что делать Я увидел Это И Гуру Счастлив Он Счастлив Он не говорит Вам Я даю тебе Указание Выбраться Из этого мира Давай Два года Тебе Оставляй Семью Все Хватит Баловаться И вы Ну как же Там Значит Он из этого Видит Что вы Не видите Еще вещи Такими Какие Они есть Потому что Если бы вы Видели Это Вам не надо Было Это говорить Значит Вы еще Вы иллюзии Вам не надо Было Говорить Продай Дом Это не надо Тебе То не надо Зачем тебе Этот геморрой Зачем тебе И люди Поэтому боятся Что кто-то Им скажет Это И они говорят Это проповедь Он демон Это такое Он мешает Нашему счастью Да Мешают Счастью Всем Народому не мешает Всем Потому что Он раскрывает глаза Он раскрывает глаза Живому существу Знания И они терпеть не могут Этих кто знания Открывает Потому что Тогда он лишает вас Вашего Счастья Суки Суки Духи Он лишает Вашего Счастья Как Просто Свои проповеди Опять он Все Осквернил Мы только Были вдохновлены Мы только Были счастливы И он опять Все Обкекал Что за человек Норовит Плюнуть Каждую тарелку Ну что такое Ну прямо Вот Ну невозможно И поэтому Пропады говорят Они распяли Они решили Убить Христа Они решили Его убить За что Что он хотел Им показать Что вы в такой Опасности Что вы делаете И он говорит Прости им Они не ведают Что творят Они не ведают Что творят Нету знания У них И Господь Гауран Говорит Если у вас Друг Иной друг Кроме меня Вы так Погрязли В глубоком Нежистве Что полностью Ослепли Ослепли И Дритараштра Выступает В роли Слепого царя И Пропада Говорит Он не только Слеп так Его слепоте Скрыт Глубочайший Смысл Положения Живого существа Даже если Оно Достигает Преданности И Дритараштра Преданный Он преданный У него есть Преданность Но она Нечиста И что Толку С такой Преданности Что Толку С такой Преданности Он из-за Этой Преданности Нанес Оскорбление Великим Вайшнау Что Толку С такой Преданности И он Был Привязан К своим Детям Потому что Он был Привязан К чему К сексу К плодам Сексуальной Жизни Потому что В его сердце Продолжало Плясать И ослепляло Его Вот вы помните Да Опять Фильм Тугрюм Рыка Он как Сумасшедший Там Помните Да Он все Потерял Он вообще Все И вот Так Манило И там Был У него Такой Я уж Не помню Как его Звали Абрек Так Такой Ибрагим А Женщина Там И он Все Ребен Что Делай Ты Ничего Не Знаешь Ибрагиш Ты Дурачит Тебя Женщин И он Все Кинжалы Ну Чтобы Не Поддаваться Мечом Знание И он Все Ребен Ему Говорил Об этом Так Что Женщина Это Какая Была Она Реальная Была Нет Откуда Она Появялась В Видениях Это Желание Желание Его И она Танцевала Это Ведьма Она Там Разжигает Эти Желания Разжигает И Поэтому Говорится Когда Мы Тут Касаемся Объектов Каких То То Уменьшается Влияние Ослабевает Влияние Майя То есть Танец Этот Ослабевает Когда Мы Слушаем Воспеваем Помним Поклоняемся Божеству В храме Читаем Шримад Багава Там Слушаем Ослабевает Влияние Иллюзорной Энергии И мы Все Это Чувствуем Прямо Сейчас Я говорю Может Это Неприятно Но Живое Что Думать Точно Это Так Ёлки Буквально 20 минут Было Достаточно Чтоб Я Почувствовал Что Че Точно Тут Все Очень Серьезно Хитро Придумано Так Все Чтоб Лишить Меня Счастья И Есть Самый Главный Товарищ Вот Этот Геморрой Весь Вот Че Он Переезжает Из Одного Места В Другое Испортит Людям Жизнь Мы Так Там Поем На Скрипках Играем Пляшем Танцуем Даже Если Нас Не Видит И Не Слышит Никто Даже Если Будет Даже Один Мы Будем Петь Потому Что Это Важно Кому Хотим Наслаждаться Мы Ходим Плясать И Пусть Будет У Нас Хондроз Сколиоз Что Угодно Экзема Мы Хотим Наслаждаться Мы Хотим Потому Что Там В Сердце Танцует Это Ведьма Она Танцует Она Пляшет Потрясающе Ачарии Удивительной Бахтиминон Тхакур И Он Сказал В Моем Сердце Моя Зависть Моя Похоть Шаран Гат Моя Похоть Моё Вожделение Он Никому Не Обращается Эй Люди У вас Вожделение Вы Что Не Видите Он Рассказывает Людям Он Пишет Труды И Пишет Их О Себе Но С Позиции Факела Знания О Чтобы Показать Что Знание Дает Можно Само Осознаться И Пожелать Уйти Отсюда Пожелать Это Все Оставить Потому Что Это Иллюзия Оставить Этот Скотный Двор Оставить Его По Подобию Нельзя Быть По Подобию Свиньей По Образу Может Быть Но По Подобию Нельзя Подобиться Свиньям И Прупада Везде Говорит Люди Подобные Свиньям Кошкам Собакам Верблюдам И Ослам Прупада Привел Именно Этот Термин Он Не Сказал По Образу Он Сказал По Подобию Сподобились Сподобившиеся Этому И Живое Сво В сердце Не Замечает И Поэтому Кришна Сказал Предный Может Иметь Только То Что Приходит Ему В результате Предного Служения И Ничего Больше Что Значит В результате Предного Служения Он Не Совершает Никаких Усилий Для Получения Результатов Для Чувственных Наслаждений Что Это Означает Шиланом Он Прямолинеен Он Правдив Он Прямо Говорит Все Что Ж Такое Гордость Почему С нами Так Нельзя Потому Что Нельзя Разрушать Наше Что А Что Такое Счастье Он Говорит Оно Рождается Из Чего Из Чувственного Восприятия Люди Куда Меньше Боятся Бандитов Чем Проповедников И В истории Библии Говорится Простили Одного А Христа Не простили Он Уничтожал Их Счастье Этих Вот Притворщиков Всяких Притворщиков Ритуалистов Церковников Разоблачал Что 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 Ветх Что Мы Послужили И Ведьма Затанцевала Так Сильно Заплясала Почему Почему Она Усилила Свой Танец Нет Говорится Она Служит Кришне Конечно Она Проверяет Она Проверяет Нас Чтоб Мы Сами Увидели Насколько мы чисты Она проверяет Она проверяет нас Поэтому начинает еще сильнее плясать Потому что Кришна ей дал такое служение Проверь их на мотив Проверяй их всегда на мотивацию Того что они делают И чтоб этот мотив стал виден им самим Ладно окружающим Им самим чтоб он стал виден Вот почему здесь Парупада и говорит Слова Дхирага Сарва Бхавина Не означают как тебе заблагорассудиться Как ты там видишь ли думаешь Как тебе надо продвигаться Где тебе жить И он говорит Это Ану Бхава Должна предшествовать Этой Бхаве тем Что человек Кто Витхи он Беспрекословно подчиняется И делает это как Добровольно И добровольность указывает на то Что он Что Увидел это Увидел И не знает Как теперь действовать Как поросенок Если бы он увидел Что на самом деле У него то Не было бы знания Он бы прибежал и сказал Если ты знаешь Что делать в этой ситуации Говори мне Я буду это делать Говори мне Я буду это делать Нет у меня сомнений Что я свинья Нету Память моя восстановлена Что я свиньей родился И что так жить нельзя Он прибегает И говорит Говори что делать Я буду делать Я понял Как на мои чувства Это влияет Это страшное дело И он говорит Ты управляй мной Я прошу тебя Не давай мне Шанса даже Что я Я узрел эту мою Что ее вообще Невозможно преодолеть И он говорит Пожалуйста Делай это И Арджуна говорит Память моя восстановлена Все сомнения мои устранены В чем В чем он сомневался Он сомневался Он говорил Ты говорил Что будет счастье Я же предвижу Лишь одни страдания В том Что ты на что ты меня толкаешь В голове моей Все перепуталось Я уже не вижу В чем мой долг Таким образом Религия не предназначена Для этого И он поэтому говорит Это шлюха Пляшет в сердце Это желание славы Того сего И он говорит Это все секс Все это секс Желание выпендриться Выделиться Возле носа крутиться Это все секс Потому что Живое существо Хочет чтобы на него Обратили Внимание И Бакстан Сарасвати Говорит Искренний предный Обращает Внимание Духовного учителя На себя Через служение Что Духовный учитель Мечтает Увидеться с ним Мечтает Увидеться с ним Санатом Госвами Сразу дал наставление Кто такой ученик Он так служит Что Гуру Мечтает С ним увидеться И где бы он Не прятался Он думает о нем И видит его Только Ему не надо Крутиться Возле носа Он идет К нему сам Он хочет С ним увидеться Кришна говорит Я прихожу Из века в век Когда религия Приходит в упадок Воцаряется безбожие Я прихожу Для чего Наказать злодеев И что сделать И прупада В комментарии пишет Ни злодеи Ни праведники На самом деле Не интересуют Кришну Он хочет Увидеться Со своими Преданными Он мечтает Увидеться Со своими Преданными Которых Затерли Праведники И злодеи Затерли Он идет С ними Увидеться Пролить Милость На них Он Он хочет Видеться Со своим Предным Он думает О нем Он хочет Дать ему Милость Он хочет Дать ему Милость И поэтому Вишвана Чакраварти Тхакур Говорит Преданному Служат Только для того Что преданный Захотел Дать милость Ее нельзя Украсть Ее нельзя Как-то Лицемерием Вырвать Купить Ее можно Только заслужить Что значит Заслужить У него Появится Желание Вам ее Дать А когда Появляется Желание Дать Нет Когда он Убеждается Что именно Это вы Хотите Получить И ничего Больше Кому Надо давать Кто Хочет Это Получить Поэтому Кришна Сказал Следуй Принципам И ты Захочешь Вернуться Ко мне Ты Пожелаешь Достигнуть Меня И когда Я увижу Что ты Желаешь Меня Я Я то В общем Ты ничего Не имею Кроме Себя Я могу Тебе Себя Что Дать Что Сделать Дать Достичь Ты Ты Хочешь Меня А У Меня Ничего Нет Только Я Я Тебе Себя Отдаю Я вижу Что Ты Хочешь Меня Я Тебе Отдаю Себя Вижу Что Ты Хочешь Лакшми Ну На Тебе Лакшми Ты Не хотел Меня Ты Кричи Что Ты Хочешь Меня Ну Хочешь Лакшми Ты Кричи Что Хочешь Славу Ты Кричи Что Хочешь Чувств Ненаслаждения Но Меня Ты Не Хочешь Поэтому Я Тебе Взамен Даю То Что Ты Хочешь Но Ты Об Этому Не Знаешь И Ты Все Время Думаешь Что Хочешь Кого Меня Так Иллюзия Покрывает Так Покрывает Иллюзия Так Покрыла Иллюзия Даже Магараджа Барату Но Как Не Покрыла Иллюзия Билва Мангал От Хакура Он Увидел Это Милостью Кришны Он Увидел Это Он Увидел Это Он Увидел Что Он Хочет Не Кришну А Под Видом Кришны Хотел Чего Наслаждаться Наслаждаться И Он Увидел Могущество Кришны Он Восхищался Кришной Шанта Он Потрясен Был Кришной Но Там Было Желание И Когда Он Разглядел Это В себе Он Это Уничтожил Каким Образом Каким же Образом Он Уничтожил Он Понимал Что Через Глаза Думаете Это Очевидно Это Протягше Что Что Ему Стало Стыдно Он Не Хотел Видеть К себе Никакого Почтения И Не Хотел Слышать К себе Никакого Почтения Вот О чем Говорит Шастра Он Не Хотел Видеть И Слышать Никакого Почтения К себе И Ушел Он Он Только Не Хотел Видеть И Слыш И Ушел Он Понял Что Когда Ему Выражают Почтение Ведьма Начинает Скакать Теперь Ты От Них Можешь Потому Что Они Тебя Почитают Теперь Ты Можешь Воспользоваться Этим Теперь Они Тебя Уважают Теперь Ты Можешь Этим Воспользоваться И Сделать Свой Секс Божественным Они Думают Что С тобой Общаться Обниматься Это Круто И Попробуй Себя От Этого Удержи И Поэтому Биламангал Тхакур Узрел Эту Тонкую И Там Говорится Ниже Соломы Валяющейся На Дороге Терпеливе Дерево И Без Желания Почтения К себе Чем Больше Почтения К нам И Вишванач Акраварти Тхакур Говорит Таран В сердце Человек Становится Очень Привлекательным Не Внешне Внутренне А Внутренняя Привлекательность Ослепляет Глаза То есть Внутренняя Привлекательность Делает вас И внешне Каким Привлекательным Сразу Как Вараха Дев Он Свинья Что Смеетесь Это Свинья Вараха Означает На Санктрите Свинья Но Когда Приставка Дева Божественная Она В чем Божественность Ее Конечно Хоть и свинья Но Божественная Нара Симха Дева Нара Симха Означает Нара Человек Симха Означает Лев Человек Лев Ну Если Вы Сейчас Увидели Какую Ты Сказали Что За Какой То Ну Да Мутант Или Какую Метаморфозная Личность Это Катастрофа Человеческого Тела Кентавр Нара Симха Это Почти Кентавр Что Такой Получеловек Полу Полусвинья Полу Обезьяна Смесь Бульдога С носорогом Это Дикая Смесь Какая Но Слово Дева Означает Что Там Внутри Под Такой Формой Скрыта Привлекательность Что Даже В Такой Форме Все Были Привлечены Все Таким Образом Когда Мы Становимся Продвинутыми И Вишванача Краварти Такур Говорит В сердце Росток Бакти На Нашу Внешность Прекращают Обращать Внимание Пропада Говорил Женщины Так Глупы Они Не Знают Этого Что Стоит Ей Развить Внутренние Качества Любой Дурнушки Уродки Какой-то Этого Не Будет Замечать Никто Это Становится Незаметным Для Людей Которые Знают Вашу Внутреннюю Природу И Они Влюбляются Ничего Не Надо Больше Видели Там Шрек Или Что Прекрасная Прекрасная Какая-то Как ее Звали Фиона Или Фиона И Она Была Такая Там Бам 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 Такая Вся И Он Влюбился Шрек Он Такой И Он Влюбился Но Что Было В самом Шреке Такого И Что Было В Этой Фионе Под Его Внешней Этой Средой Разочарованием Скрывался Такой Благородный А Он Людоед Ассур Потому Что Люди Воспринимали Его Так Что Бо Он Не Делал Люди Так Его Воспринимали И Кто Такой Был Лилипут Как Этот Робин Гуд Благородный Из Благородных Что Он Хотел Благородный Этот Этот Шрек И Она Стала Тоже Такой Как Он Он Не Привлекался Такими Как Он И Она Стала Этой Казаны Там Кто И Кто Они Были Как Их Назвали Не Орки Как Охры 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 Огры Урки Короче Это Можно Увидеть Это И Она Была Внешне Не Привлекательна Но Она Засияла Этой Любовью Она Полюбила И Все Ничего Не Надо Видеть Даже И Так Веченачи Кроват Кракур Говорит Когда В сердце Бхакти Расцветает Человек Становится Очень Привлекательна Что Такой Бхакти Любовь Какая Что Вот В этой Любви Различается С Камой Какая Любовь Бескорысти Начинает Нарастать Она Еще Корыст Там Сырники Они Все Это Затягивают Но Там Любовь Бхакти Не Кама Там Расцвела А Бхакти То Есть Шлюшство Это Уходит Шлюшство Желание Привлекать К себе Кого-то Другого Кроме Кого Кришны Кроме Гуру И Кришны Желание Никакого Там Кто Окружает Меня Там Будет Мне Почтение Выказывать Или Нет Что Думает Гуру По Этому Поводу И Кришна Представителем Бога Является Только Духовный Учитель Никто Другой Никто Другой Только Гуру Шастры Все Прославляют Гуру Потому Что Гуру Только Представляет Кришну И Кришна Действует Через Гуру С Вашим Гуру Он Связан И Ваш Гуру Представляет Кришну Все Что Гуру Все Что Он К вам Испытывает Что Он Дает Отбирает Ругает Это Кришна Делает И Никто Другой Не Сделает Этого Непосредственно То Что Относится К вашей Духовной Жизни Может Сказать Только Гуру Все Остальное Там Как К ней Подойти Как Часть Духовной Жизни Она Распределяна Разные Вещи Подготовка К Духовной Жизни Шикша Он Учит Как Поклоняться Радхе Кришне Там То Но Непосредственно Там Внутри Гуру Гуру Вартмана Там Вам Освещает Что Вы Свинья Шикша Говорит Что Делать Но Непосредственно Вас Воспринимает Кто Непосредственно Вас Ни Как Свинью И Ни Как Глупца Ни Как Никого Гуру Гуру И Больше Никто Мать Обнимает Ваше Тело Отец Обнимает Ваше Тело Друзья Вас Воспринимают По тонкому По грубому Телу И лишь Гуру Вас Обнимает Как Душу Которая Предалась Отталкивает Эту Шлюху Говорит Уди Отсюда Давай Выбирай Или я Или эта Шлюха Выбирай Коровай Коровай Кого Хочешь Выбирай Я Люблю Конечно Всех Я Такой Панцы Короче Да Такова Ситуация Харик О Прохлада Тебе Очень Повезло Знаешь Что Самые Мудрые И Возвышенные Люди Стараются Удовлетворить Меня Служа Мне В самых Разных Настроениях Ибо Я Единственный Кто Способен Исполнить Все Желания Любого Существа Чувствовал Чувствовал Как она Пляшет И как Не хочется Но С бактами Когда мы С бактами Не дают Ей там Растанцеваться Я перед Корни хочу Чтоб Тебя Содержать А то Я чувствую себя Неуверенной Почему Что Я Перестала Оказывать Влияние Сексуальное Людей Люди Прекратили Мной Привлекаться Поэтому Надо Ничего Эти Преданные Свиньи Они не Привлекаются Как мы Поем И крутим Бедрами Мы Приехали Тут Со спектаклем А они Не Привлекаются Свиньи Но Преданные Привлекаются Не Эти Преданные Привлекаются Преданностью Они Слушают О Преданности Развивают Эту Предность Они Хотят Видеть Скромную Целомудренную Девушку Они Не Хотят Танцующих Шлюх Видеть Они Хотят Видеть Целомудренных Женщин И Минека Стала Что делать Она Стала Она Просто Подошла Дорогой Вешвамитра По вашему Приказанию Явилась Что Она Стала Делать Ну Что Она Стала Как Она Служить Стала Что Она Делась Стала Дрова Рубить Пилить Что Что Она Стала Делать Что Она Стала Делать Правильно Ты правильно Говоришь Единственное Она Стала Танцевать Она Стала Танцевать И Петь Она Стала Танцевать И Петь Она Стала Бринчать Украшениями Эти Браслеты Браслеты Они Забрякали Он Засидел И Там Говорится Услышав Бубенцы И Она Стала Танцевать Перед Танцевать И Танцевать 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 И Э Э И Все Почему? Потому что Там Это Было За Скезу Чем Больше Он Совершал Скезу Тем Он Сильнее Уставал Она Плясала И Все Аскеза Ради Чего Он Совершал Аскезы Он Позавидовал Васиштхе Позавидовал Васиштхе Увидев Его Могущество Внутреннее Могущество И Так Это Очень Важно Понять Своё Сердце И Поэтому Нам Не надо Будет Нас Заставлять И Рупу Госвами В Нектаре Предности Описывает Что Рага Бхакти Это Когда Человека Не надо Заставлять Он Сам Это Видит Понимает И Поэтому Этому Следует Его Не надо Заставлять Отрекаться Принимать Саньяс Он Хочет Принять Его Он Понимает Это Может Быть У него Еще Нет Сил Каких Он Говорит Вы Управляете Много Руководителя Он Отдает Себя На Управление Другим Поэтому Арджуна Сказал Кришне Управляй Мне Говори Я буду Делать Пожалуйста Говори И не Давай Мне Шанс Даже Смотри Говори О моих Ошибках То Все Я Понял Как Все Здесь Устроено Одно Неловкое Движение И Ты В Проблемах Сам И Поэтому Говориться В шастрах Нужно Время Время Нам Нужно Всем Всякое Будет Будет Эти Спитания Все Остальное Важно Как Мы Выходим Из Этих Вещей Прибегаем Ли Мы К Предным К Знанию Или Мы Просто Позволяем Этой Шлюхе Наплясаться Ее Обнимать Начинаем Время Нужно И Мы Не Осуждаем Мы Не Должны Осуждать Друг Друга Должны Осуждать Себя Лично Все От нас зависит Получим мы знания Или нет Хотим ли мы Выбраться Получили мы Вот то что мы увидели Где мы находимся И кто мы такие К чему мы устремлены Каковы наши планы Есть столько то А будет еще больше И как мы трудимся Крутимся И что такое усталость Знаете Про пада говорю Это сродни тому Как вы хотите есть А кто то перед вами Вот Едой Просто вращает И вы так Себя сдерживаете И потом Раз И унесли еду И в этот момент К вам приходят Как себя чувствуешь И вы раздражены Немножко Что спрашивают Нечего Я так устал В этом месте Все время Здесь едой крутят И не дают Понимаете Да Едой крутят И не дают И живое существо Устремляется К этому Он не может Находиться В том месте Где едой Крутят И не дают Он устает От этого От созерцания Ну давай Устал? Дуки Несчастье Видит Счастье Мимо Пролесло Гневаться Начинает Страдать Поэтому Осел Говорит Когда его Ослиха Легнула Когда он К ней Бежал Она Да Надо Отрекаться От жизни Да Это Жизнь Это Майя Когда он Легнула А что это Вдруг он Запел Такие Истины Попадал Будьте Осторожны Потому что Многие Истины Провозглашают Тех Кого Легнули Не потому что Я помню как Одного Человека Легали И он все время Говорил Может саньяс Принять Раз опять Новую попытку Сделать Опять Слиха Легнет Он опять Ко мне Приходит И говорит Что может Саньяс Принять Я вот чувствую Что саньяс Придется принять Легают И легают Со всех сторон Это не саньяс Вы просто Осел У которого Все время Торчит Но Некуда Не дают И все И вы в этом Состоянии Принимаете Саньяс Что за чушь Это не саньяс Это Пхога Вайраги Ложное Отречение Вы не должны К этому Стремиться Тогда вы можете Принять Это саньяс Все вам Предлагают А вы говорите Ну извини Не могу Занят Ну давай Завтра Тогда принимайте Саньяс Вы не хотите Этого Но это вас Атакует А не когда Вы этого Очень хотите И вас Все Вам нет Зайдите Завтра Завтра Приходите Ну Сегодня Я не могу И все И все время Стоять И петь Там О выйди Выйди На балкон А то Приму Сам я Сосни Что Это За чушь Это Не отречение Харидас К нему Приставали А Вишвамитру Легнули И не больше Это не отречание Пожалуйста Вопрос И нам Кажется Что Кто-то Выбражает Все Перед Нами Чувствовал Это Чувствовал Что Кажется Она Ни фига Не Выбражает Просто У нее Тоже Пляшет И Начинают Плясать Там И Там Майя Это Не значит У них Майя А у Нас Или у Нас Майя А у Ни Май Да Капила Муни Говорит Матери Что Мужчина Взирает На Иллюзию В форме Женщины А Женщина Взирает На Иллюзию В форме Мужчины Это Ослепляет Это Когда Спонтан Она Приносит Радость Уму И Сердцу Но Чистому Уму А Свиньи Может Принести Радость Апельсины Ну Там Только Как А Если Да Радость И Кришна Говорит Для тех Кто В таких Гуннах Дорого Вот Это Понимаешь Вот И Все Ты Понял И Когда Мы В такой Гуни Как Аски Нам Радость Аски Зак Ака Мы Чувствуем Тя Как Мы Три Дня Мы Как Я чувствую Мне Надо Побыть Дома Просто На Мам Посмотреть На Папу Полежать Телевизор Посмотреть Собачку Погладить На Ногах Ногти Постричь Наряжаться Наряжаться Раздевать Наряжаться Я Целомудренная Девушка Все Смыть Опять Преданная Пошла В хорам С мужиками Все Как у вас Как у вас Нельзя так Просто Мы Не получили Знания Нужно Время Чтобы Слушали Слушали Мы Должны Слушать Общаться Следовать Чему И Тогда Мы Начинаем Видеть Ой Они Все Ну Ну Ага И Чего Ага Ну Не надо Так Просто Время Не пришло Вы Еще Не Видите Этого Когда Вы Сами Это Увидите Вы Подходите И Просите Пожалуйста Скажите Лучше Как Мне Лучше Действовать Для Этого Нужен Шикши Мы Уже Поняли Вартмана Нам Не Мы Уже Поняли Вартмана И Так Все Освятил Уже Деваться Некуда Теперь Пала Прошикшу Принять Что Делать Та Елки Уже Понятно Чего Делать Все Точно Понял Нет Никаких Сомнений Что Я Хрюшка И Это Скотный Двор То Сподобились Мы Хрюшкам И Как Мне С Кем Общаться Как Что Где Кто Мой Курат Они Я Выбрала Эту Куратора Мально У меня С ней Какие Какие Мы Месяц Забираем Пожар Можно Я Поеду Туда Вот С ней Зачем Почему С ней Вот С ней Не Она Делает Меня Несчастной Значит Время Не Пришло Если Нам Приходится Кого-то Что-то Заставлять Значит Он Сам Не Видит Это Понимаете Значит Когда Бубенцы Загремят Или У Женщин Бубенцы Гремят И Трясутся А у Мужчин Звенят Когда Зазвенит Отвлекутся Эти И Когда Затрясутся Бубенцы Загремят Отвлекутся Эти Вот И Все Это Лишь Дело Времени Я Всегда Говорю Матажем Да Я Уже Вижу Здесь Ваш Мотив Найти Себе Вот Этого И Припухнуть Только Одна Цель Найти Себе Хороший Вот Этот Успех И Все Конечно Еще Не Знать Куда Кому Отдать Отдам Себя В Хорошие Руки Секс Не Предлагать Кто-то Потерял Хорошие Руки И Потом Обрат Я Поняла Что Я Всю Жизнь Буду С Тобой Теперь И Не 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 Мы Теряем Хорошие Руки Потом Начинаем Страдать Что Кто-то Нас Да Конечно Не Надо Искать Этого Мы Должны Найти Руки Кришны А так Это Проблема Мы Видим Что Все По Другому Нас Ждет Холодец Поверьте Мне Все Это Счастье Подобно Росе Трепещащей Капли Росе Трепещащей На Лепестке Лотос Очень важно Говорить об этом Думать об этом Постепенно И тогда добровольно Мы это делаем Мы не делаем это По приказу Или что-то Добровольно Почему Так важно Чтобы были добровольцы Это говорит о том Что Они знания получили Что это ценно Что это свобода А за свободу Любовь Появится Преданность Любовь Если нет свободы Не может быть любви Этот мир Не свободен Как в нем Может быть Любовь Как Невозможно Что что Еще раз Погромче В сознании Кришны Человек обретает Все материальные Влаги Да Цари великие Были царями Но их предность Усиливалась Вместо того Чтобы усиливалась Пляска Свистопляска Если человек Боится Крестное Желание Очень сил И из-за этого Желания Очень сильно Служит Кришне И Время Можно видеть Человек Такого Мы можем На каком-то уровне Мы начинаем Различать Таких людей Которые Очень хорошо Служат Своим желаниям И которые Служат Желаниям Кришны Мы начинаем Их различать Одни люди На Куркшетру Отправляются Туда Куда Они хотят И там Нету Чувственных Наслаждений Потом Только От этого Приходит Что-то И Это Не сбивает Их С толп И Видим Людей Которые Всегда Хотят Сами По своим Планам Действовать Они Как средство Используют Но Метод Это Не самостоятельно Кришна Дает Но Вместе С этим Он дает Предность Если это Приходит От Кришны Без ваших Усилий Даже Ваш мотив Но вы Служили Все равно Кришна Даст вам Через служение Не через фирму Не через работу Кармическую Через Шраванам Киртанам Даже если У вас Мотив был Нечистый Но вы Это все Делали Долго Продолжительно Под руководством Гуру Кришна Даст вам То что у вас Материальное Красивую Женщину Богатство Что угодно Даст Но вместе С тем Он даст вам Все Потому что Кришна Говорит Когда я Что-то Лично Даю За преданность Это не Становится Источником Проблемы Преданный Благодаря тому Что я Ему даю Я вместе С этим Лучом Знания Рассею Лучную Верность Что такое Тмой Верность Когда мы Что-то Получаем Мы начинаем Наслаждаться Но Кришна Так устраивает Что когда мы Что-то От него Получаем Даже Материально Мы Это Начинаем Занимать Служением Это не Становится Причиной Нашего Отхода И градации И когда Кришна Что-то Отнимает То же Самое Если Человек Служил Под руководством Гуру И слушался Его строго Но имел Мотивы Материальные Этого Не произойдет Но если Он Служил Под руководством Самого Себя И даже Все Ничего Не произойдет Материальное Благо Не больше Должны Поэтому Горется Имеет ли Человек Материальные Желания Или Не имеет Их Охвачен Похотью Или Освобожден От Похоти Имеет Он Хорошее Рождение Или Рожден В семье Собокоедов И так Далее Все Это Не имеет Никакого Значения Если Он Придастся То есть Будет Слушаться Беспрекословно Освобожден Личность Даже Имея Кучу Вожделения Кучей Он Спасен Не Иметь Его А Служить Ему То есть Под Его Руководством Читасы Сарва Кармани Маисан Ясим Атпарах Будхи Угама Пашин Тяман Читас Это Там Была Он Просто Будет Ему Служить Во Всем Полагаясь На Него И Действую Под Его Руководством Так Преданно Служа Он Осознает Перевод Стиха Читасы Сарва Кармани Маисан Ясим Атпарах Очень важный стих Кришна Объясняет Что такое Преданность Что ты Зависишь Только От Меня И Только Под Моим Руководством Что ты Делаешь Это Предное Служение И Благодаря Этому Предному Служению Ты Меня Осознаешь Потому Что У тебя Должен Быть Разум Будхи Йогам Паш Тям Мат Читак С Это Там Бава Опираясь На свой Разум А не На чувства Ты Сможешь Преодолеть Все И Осознаешь Меня То Что он Там Дал Забрал Если Он Это Если Ты Просто Служишь И Вдруг У тебя Появляется Богатство Ты Просто Служил И Кто Тебе Мешок Денег Приходит И Для Меня Авторитет Вот Мешок Денег Это Не Станет У Тебе Мешок Ты Купишь Костюм Когда Купишь Встанешь Перед Зеркалом Думаешь Ой Блин Вот Май Это В башке Куда Ж В этом Костюме Пойти Полчаса Перед Зеркалом Походите По улице Пройдете Два Раза Ресторан Там Будете Идти Костюм Я Ресторан Костюм Я Ресторан Там Говорится Объект Поле Деятельности Действующий И так Далее В голове Все Перебудут Я Не знаю В чем Мой Долг Пойдешь Домой Уставший Такой Костюм Снял Повесил Ой Хорошо Так Надо Однако В храм Ехать Ой Ёлки Ну Май Понимаешь Да Будет Потому что Кришна Тебе Дал И Вместе С Этим Он Дает Это Даже Как-то Стыдно Становится Потому что Кришна Это Да Но Если Ты Где-то Что-то Не видит Тинь-Tинь-Tin' Тинь-Tin' 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 Тортоскеру Там Пало Что-ли Ой Что произошло Как Масенька Ой Давай охренía Рассказывай Что было Все Скучил Там Голую Заль Дальчик Уличило Ничего не помнит И лишь опустошение Сквернение Какое-то предательство в сердце Больше ничего И такая безнадёга Я не смогу Горит все синим пламем И дерьмо Вот так происходит Но когда Кришна вам даёт Он вместе с этим С мешком денег там бахти Вы только прикасаетесь к этому Что он вам дал И у вас там совесть появляется Он не даёт вам забыть о себе Я тебе дал Мешок денег Красивую женщину Он говорит Это я тебе дал Для чего? Чтоб ты показал мне свою преданность Я дам тебе ещё Покажи мне свою преданность Покажи мне, что ты не ради этого действовал Я тебя сейчас буду проверять А тебе там всё Ну и чё ты? Ради меня? Чтоб мы увидели Что мы не ради этого действовали Ладно там другие все увидели Что там другие? Так у нас страсти Кто там что подумал? Кришна? Он говорит Ну теперь видишь? И вы говорите Тётке Пойдём-ка в храм Денег этот мешок раз Понимаешь? Или у вас там что-то красивые машины Она всё время возле храма стоит А другие ходят вокруг неё Джапу читают Всё Вы смогли это занять Потому что вы увидели Это некрасиво Это неприлично Это непорядочно Так служить Богу Как лавочник Всё Потому что Кришна Даёт вам Но если вы сами Где-то выуживаете Это становится Источником проблем Вы отходите от Кришны Вы уходите О, всё Вы получили Убежали Всё у вас есть Зачем вам ещё Что ждать Чего хотеть ещё Всё произошло И вы так Иногда появляетесь Чтобы поддерживать это Иногда появляетесь И то Ваша проповедь Исполнена разных искажений Никакой шлюхи там в сердце Нет Всё Путь постепенный Из жизни в жизнь Да просто Поклоняясь Божеству Дому Можно продвинуться А можно Вот тот был так Ток дел Вы начинаете обманывать Себя и других Нет Милость Это означает послушание Если За послушанием Мы можем получить милость Ибхактютха Это то Что препятствием становится Неправильное Выполнение Предного служения Потому что Предным служением Называется Это зависеть от того Кому вы служите И слушаться его Только под его Руководством действовать Потому что Вы его выбрали Чтоб он вас спас Этого гуру Говорить Это мой вартмана Это мой шикша Это мой дикша Это те люди Которые меня спасут От этой шлюхи Или шлюха Кто там у кого пляшет Не знает Это значит Вы увидели Раскрылись У вас в голове Откройте мне веки Ой Закрывайте скорее Майя Она служит Откройте мне веки Ааа Закройте скорее Все Ох а так хорошо У нас совет везде Страна советов Всегда была Советский союз Поэтому Кто советует Есть же советы Разных людей В соответствии с тем Что Вот один дядя сказал Что я должен стать Молодцом Или холодцом Нет Наверное молодцом Вот видишь Все советуют Кто что советует Поэтому За советами Мы должны обращаться К мудрецам И В свое время Мне Махараджи Говорили что Ты проповедуешь Так будто бы Все хотят Того что хочешь ты Но это не так Многих нужно Просто сохранить Для следующих жизней Чтоб они продолжали Многих И едва ли Один Сейчас хочет Но ты проповедуешь Им так будто бы Они все Вот хотят Сейчас В этой жизни Хотят что-то Достигнуть Нет Они даже не знают Об этом Что Им еще преданными Быть Тысячу лет Еще они будут Рождаться Преданными Две тысячи лет Три Десять тысяч лет И они пройдут Через этот Какие-то раньше Какие-то в этой жизни Какие-то в той И все это Желание Самого живого Существа И поэтому Те кто сейчас Также желают Они очень Ань да Лакшмин Наверное Вообще там Ну здорово Или кто Кто надеется На милость Те кто Внутренне Еще не готовы Ань Ань Это все Те кто там Вообще Просто хотят Как бы Хочу Понимаете Что такое Что такое Да Всегда так Поэтому мы что-то говорим Люди же всегда думают Что про нас говорят Но мы говорим о себе И они должны Слушать не о нас А о ком Вот они там говорят У меня Я исполнен Вожделение Бхактивинода И мы думаем О бедный Бхактивинода Как он исполнил Он там Шарангати Вот он Жиг запопал Ёлкин Как нам его Жалко Оставь все религии Просто предайся И я избавлю тебя Да Что мы не понимаем Что это для нас И народы говорят Он был такой же Глупый Как ты А Топ Это вы о чем Постепенно Мы друг другу Помогаем Поэтому Говорите Даже если предный Грешит Он Сокрушается Но не по поводу Дового объекта Сокрушается Нет У меня еще Смирение Становится Не ленивый А смирение А то А я тогда Ничего делать не буду Смирение То есть Он думает Мне ли еще Отказываться От этого Я так У вчера Только я Это Наслаждался Сегодня Значит Я должен Что-то сделать Понимаешь Он говорит Как же так Я наслаждаюсь И ничего не делаю Для того Чтобы избавиться От последствий Хотя бы И Бакстан Сарасвати Говорит Он проходит Карму Потом йогу И потом Яну Но он себя Ловит на этом По милости Или изнутри Или извне Ну изнутри В основном Понятно что Мы ловим Поэтому извне Нам нужно Чтобы кто-то Сказал Тот Кто на самом деле Мы принимаем Его авторитет Не имеем Его авторитет И пользуемся Его авторитетом А принимаем Его авторитет Внутрь себя Потому что Внутри Там Ой И он нам Говорит Нет Ты не прав Коля Ты не прав И он говорит Точно не прав А то что он С вами спорит Объясните мне Почему я не прав А я так вот Не привык Напишите мне Труд Такое Чтобы наушно Был Чтоб ссылками Было Со всеми Там Пунктами Да Это что такое Неоформленное Какое-то Плохо Оформленное Наставление Как-то Пожалуйста В трех Эземплярах Будут Вдруг Потеряют Потом Я должен Его Изучить Сравнительный Анализ Сделать Так Все Там С очариями Прошлого Соединить С настоящими Он вас Не принимает Один раз Вы говорите И человек Да Он видит Я знаю Как он Видит Это я не знаю Но он Видит Я видел Что он Видит Я не видел Что он Видит Я Я Я видел Что он Что-то Видит И это Подтверждается Со временем Понимаете Это называется Авторитет Что вы Вроде Не понимаете Как он Это видит Как я Приводил Пример Ватсона И Шерлок Холмса Шерлок Холмса И так Тут ему Объяснял И в трех Эземплярах Все равно К нему Ах Что это Мы же Друзья Как-то Это Элементарно Раз И тут Точно Но Когда сам Почему Мотивации Разные Разные Фокусировки Он Благородный Человек А этот Какой Благочестивый Один Благородный А другой Благочестивый Поэтому Два Термина Разных Благородство И благочестие Один Кшатрия Благородный Смелый Шерлок Холмс А другой Благочестивый Кто Вайша Ватсона Кто Вайша А Холмс Кшатрия Поэтому И на скрипке Играет И там То изучает То Он Какими-то Боевыми Искусствами То Все Не трус Разум Очень сильный Из благородства Он борется Со злом Из благородства А не за деньги А Ватсон Даже врач За деньги И Фронтовик Из имиджа Уже там Пенсия была бы Круче Если на фронте Делаешь И останешься жив Потом Хорошо Старо Стретишься И он Порядочный Человек Внувайша Благочестивый И благородный Разные вещи Я еще раз говорю Один делает Это за идею Благородный А другой Это делает Из выгоды Это разные вещи Ну как Благородный Почему И очистить Можно было Да Поэтому он его Втягивал В эти истории Он говорит И надо Хон Пойдем Пойдем Сейчас И он стал Доверять ему Видеть Что этот человек Не простой И мотивация Его фокусировка На более высоких Принципах Давала ему Такой светлый разум Такое отречение Что он и не женился И ничего Хотя он Как бы Как карми Но он Как брахмачарь Один он живет Хотя ему нравится Женщина У него любовь Но он живет один Он понимает Что за такое Высокое дело Это будет его Отвлекать Все Не достигнуть Того В чем он Черпает Радость Это будет Его Обременять И поэтому Он так же Вроде С вожделением Ну я Как пример Чтобы вам Было понятно А то когда Там бахтивинода Или кто-то Все А Вот бахтивинода А все А ну ладно Опять Бахтивинода Там что-то Сделал Со своим сердцем Бахтивинода Что-то сделал В него Заглянул Как-то Я-то ни разу Своё сердце Не видел Я видел Только пупки На рынке И помидорку Бычье сердце Поэтому Когда вы Очень много Уделяете Внимание Детям И женам У вас нет Возможности Уделять Внимание Делу Да конечно Тому всему Гардеробу Вы его Отдаёте Что он висит Все равно Вы не носите Все равно Это пришло Так само собой Или где-то Вы там Может быть Вам пришли деньги Вы купили Какую-то вещь И потом видите Ну что она висит Вам некуда В ней ходить У вас нету Времени даже Потому что вы Заняты Очень благородным Делом Ответственным Куда В нем Куда А когда вы Начинаете По улице Ездить Вы думаете У вас там В голове Собаки Тоже бегают Туда-сюда Оттуда И домой И сидите Так И потом У вас башки Че сидишь Осел У вас все время Идет проповедь Потому что вы Становитесь Продвинутым И не раз идете И не раз идете Джабу Расаде Рыжи На хрэк Лишни Кто так Воспевает У вас внутри Рыжи На хрэк С вами Такое Происходить Начинает И это Счастье Это И есть Что Реализация Появляется Но если Да Но если Вы там Что-то Кому-то Но у вас Такое С вами Не происходит Вы не Получаете Милости И обманывайте Себя Это Не милость Это Милость Что Значит Там Подключено Все К вам Проводки Подключились И не вздумайте Их убрать Только Себе Навредите И подчиняться Этому Там Авторитет Тоже Внутри Есть Авторитет У кого Есть Внутри Авторитет Непререкаемый Есть Но его Не все Ощущают Они Думают Нет Это Мой Враг Он Только Все Время Счастье Оскверняет Поэтому Там Загнали В Самые Отдаленные Районы Кишечника Он Там Только Заговорит На Все И все И он Куда Улетел Я хочу В Меге Ты Все А Она Пляшет Едем В Меге Мы Устали Да Я Чувствую И Пошел Э Э Люди Там Во Сне Вставай Пропада Всегда Говорил Чем Больше У человека Материальные Желания Тем Меньше Он Бодрствует Чем Больше Больше У него Гун и Благости Тем Меньше Он Спит Поэтому Говорится Сон Гун и Благости Шесть Часов При Любой Нагрузке Вы Отдыхаете За Шесть Часов Более Шести Страсть И Более Десяти Страсть Благости А Невежество Когда Вы В Гробу Лежитесь Все Уже Вы Заснули Навсегда И Вас Будет И Вы Не Можете Проснуться Хотите Но Не Можете Культивировать Это Значит Действовать В Направлении Этих Желаний Но Иметь Этих Желаний Это Значит Не Действовать В Этому Направлению Улавливаете Да Культивировать Это Значит Само Действие Совершить Это Значит Действием Его Полили Это Желание Еще Что-то Сделали Полили Еще Сделали Ради Него И Оно Возвращается Потом И Все Оно Крепнет И Начинает Нами Управлять Это Желание Все Я Крепла Оно Говорит Давай Иван Вас Тащит Сейчас Будем Наслаждаться Она Сначала На работу Тащит Работай Сволочь Неси Воруй Все А Вот Тебе Все Танцуют И А И И А Ну Довольно Сначала Он Вас Тащит Что-то Делать Сначала В План Желание Мимолетное Самскара Мимолетное Желание Из-за Греха Пролетело Потом Еще раз Пролетело Вы Думаете Что Там Летает И Обратили На него Внимание Это В Багал Гите Так И Вы Начинаете Обращать Внимание И Начинаете Его Созерцать Что Там Свистит И Тут Самое Главное Обратили Внимание Потом Оно Сразу Говорит Планы 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 Вот Так Надо Сделать Вот Так Я Голодаю Ты Не Создаваешь Мне Мы С тобой Друзья Ты Что Они Тебе Все Желают Сюда Смотри Сюда Смотреть Глаза Начинаете Его Кормить Работать Надо Че Ленишь Давай Иди Туда На Фирму Вы На Фирме В грязи Грязная Деятельность Нечестно Что-то Делаете Ладно Ничего Начинает Вас Гложить Это Желание Потом Когда Все Получилось А Теперь Давай Мне И Оно Что Сильным Оно Прогоняет Все Что Было Слабым Оно Прогоняет Трост Гурмахраш Приводил Трост Высасывает Всю воду То есть Эти гадкие Желания Высасывают Наши Хорошие Желания Наши Хорошие Качества Убивают Все Поэтому Нужно Рубить Трост Сорняки Постоянно Пропалывать Нужно Своё сердце Время От Времени Постоянно Пропалывает Иначе Это Все Загублено Будет То Что Вы Поливаете Бхакти Будет Выпито Сорняками И они Задушат Вот Представьте Цветок И рядом Два Сорняка Но Это Все В одной Вазе Кто Будет Свести Ты Любишь Сорняки Ты Ешь Что То Но Некоторых Вот Что Они К Чему Приводят Безумие Сорняки Всегда К Безумию Приводят Мы Видим Безумие Какие-то Люди Совершают Вот Я Б Никогда Не Хотел Чтобы Говорили Тугутов Утверждает Вот Там Туда Сюда Я Лакшмина Рай Так Счастлив Что Меня Называет Лакшмина Рай Да Быть Для того Чтобы Скажем Невежество У нас Не Культивировалось Дрожжевой хлеб Перестали Потреблять Неживой Един Время Время Ну И Дрожжевой хлеб Смелочным Может Он Один Из Факторов Который Способствует Потому Что Мы В невежестве Находимся Да Он Способствует Дрожжевой Хлеб Симу Женщины Дрожжевой хлеб И слава Еще Деньги Еще Надо Все время Прямо Сидеть Никуда Не двигаться Когда читаешь Джаппу Лучше С закрытыми Глазами Все Эти штучки Мне Уже Знаком Это Хорошо Что Вы Не Кушаете Дрожжевой Хлеб Потому Что Это Все В нем Проблем Я Думаю Что Вам Лучше К нему Обратиться Узнать Я Понимаю Не Может Это Мелочь Но Тем Не Не Вы Хотите Сказать Что Если Знанием Человек Обладает То Это Капина Все Реши Но Если Мы На Такой Ступени Низ Вы Точно Знаете Что Ваш Ум Сейчас Породил Эти Все Противоречия Только Из-за Того Что Там Шлюха Заплясала Так Вы Это Знаете Точно Вы Знаете Это Или Нет Ну И Все Тогда Зачем Колыхать Воздух Надо Принять Это Не Ешьте Дрожжевую Хлеб И Все Ну Убить И Всех Или Просто Хлеб Не Ешьте Он Ж Дрожжевой Видимо Охота Жирает Хлеб А он Падла Дрожжевой Хочет Наслаждаться С теткой А она Больная Падла Все В больных Тетках Проблема Были бы Здоровые Мы Наслаждались Проросшую Пшеницу Ешьте Вам Что Вкус Нужен Или Польза И Твоя Другая И Побольше Как угодно Вы можете Действовать Те Кто Слишком Сильно Привязаны Прупады К объектам Чувствуют Только Из-за Объектов Чувствуют Нельзя Общаться С женщинами Почему Потому что Мы видим Что Как мы Только Соприкасаемся Знания То нет Мы Соприкасаемся И Проблема Усиливается Когда У нас Есть Знание Мы Можем Соприкасаться Но Как В Знании И Знание Нас Защищает От Негативного Эффекта Объекта Мы Можем Взять Парамахам Берет Пользу И Оставляет Время Это Парамахам Это Не Он Беременных Женщин Носит На себе Обнимается Что Даже Детей Рожает Но Все Делает С Пользой Он Соприкасается В Знании С Любым Объектом Веседев Оплодотворил Женщин Своего Брата И Они Родили Прекрасных Людей Одного Дритараштру Одного Видуру И Ливы Кришны Совершились Кришна Так Устроил Потому что Он Дух Знаний Лавлю Тебя И Тогда Ничего Недрожжевой Хлеб Ничего Ему Не Помешал Он Может Брать Благо Отовсюду В Куче Мусора Поднять Что Золото Можно В Куче Золото Увидеть Дрожжи Улавливаете Да И Тогда Мы Во всем Мире Можем Видеть Одно Дерьмо Весь Мир Океан Дерьма Здесь Говорится Нет Можно Здесь Прямо Находясь Здесь Плавать В океане Прэбы Пхавы Согласны Да Мы же Можем Видеть Друг Друг Други Только Дрожжи Дрожжи Знаете Болезни Как Кандиды Молок Молоко Даже Молочница Давайте Видеть Бак Лаборатория Если Там Мы Все Стоим Из Бактерий Кто Мы Такие Мы Тех Из Чего Мы Состоим Из Глистов Бактерий Всякого Сифилиса И Что Сходячий Сифилис Как Мы Спасем Людей Если Мы Будем Так Наблюдать Они Кушают Хлеб В магазине Мы Скажем А Не Надо Хлеб Придут Мужики Придут Мы Столько Хлеба Выпекаем Ты Не Прав Коля Если Еще Раз Будешь Такое Говорить Коля Мы Тебя Задушим Знаете Об Этому Что Так В мире Все Устроено Что Если Вы Что Говорите Что Вы Наносите Урон Промышленности Экономике Государство Вами Займется Государство Потому Что Государство Делает На этом Инвалидов Содержит Того Сего Себе Покупает Нам И так Далее Вы Становитесь Анти Анти Пуруш Становитесь Не Гувиндом А Дипурушем А Анти Пурушем Также В сердце Нас Сразу Противоречие И мы Сразу На хлеб С дрожжами Не то Что Мы Завистливые Похотливые Тупые А на хлеб С дрожжами Вот Из-за чего Завистливые Похотливые Перестаньте Его есть Если Вы Чувствуете Что Дрожжи Развивает Вашу Похоть Зависть Гнев И все Остальное Дрожжи Вам Вредны И тут Уже Не Тарсунов А я Вам Говорю Если Все Это Провоцирует Ни В коем Случай Я Вам Запрещу Должны Дать Обед Дрожж Нини Дрожжам Боль Но Если Что Другое Вас Беспокоит Люди Всегда С дрожжей Начинают Поэтому Говорят Разволокло Как На дрожжах Но Что Там Разволокло Я Не Думаю Что Вам Дрожжи Очень Сильно Угрожают Не Беспокойтесь Вам Они Уже Вообще Не Угрожают Дрожжи Мне Еще Видимо Угрожают Вам Есть Очень Много Тонких Предписаний Когда Мы Должны Осознавать Что С нами Происходит Осознавать То Есть Мы Должны Знать Что Оскверняет Каковы Признаки А Если Мы Не Знаем Дрожжи Как Оскверняет Вы Можете Мне Сказать Объясните Мне А Его Ж Варят А Мы Вегетарианскую Пищу Тоже Варим Она Тоже Гниет Яблоко Десять минут На нем Уже Гнили Цветы Лепестки Срываете Ровно Через минуту Прана Ушла Все Здесь Дживана Джива Джива Все Здесь Мертво Что Мы Едим Вы Живое Что Едите Это Что Если Это Мертвое Разве Это Продукт Свежий Что Значит Свежий Живой Или Нет Свежий Это Недавно Умерший Суть в том Что Как извлекать Благо Сколько Что Чего Это Существует В мире Это Устроение Кришны Понимаете И Бактерии Зачастую Помогают Нам Как Пропада Говорю Иногда Болезнь Делает Нас Смиренными Горе Делает Нас Разумными Как Вы Думаете Не Было Бо Поноса И Не Опоздал Бо На Самолет Который Взорвался Это Может Быть И Хорошо И Плохо Упал С Коня Сломал Ногу Это Плохо А Из-за Этого Не Забрали В Армию Это Хорошо Так Хорошо Это Или Плохо Поэтому Мы Можем Дрожжи Что-то Говорить Мы Должны Научиться Видеть Суть Суть Видеть А не В этой Двойственности Постоянно Метаться Это Нельзя Это Нельзя И Как Это Есть Психическая Болезнь Какая Все Грязная Он Руки Моет Каждый раз Мылом Разным Не Не Прикасайтесь Ко Мне Так Потому Что Везде Бактерии В этом Мире Везде Бактерии И Судя Потому Что Вы Поняли Из Торсунова Здесь Надо Сразу Держи Везде Бактерии Нет Надо Бактериям Просто Желать Счастья Бактерии Счастья Вам Тот Кто Не Делает Зла Не Подвержен Злу Вы Знаете Об Это Что Означает Будут На Бактерии Влиять На Кого Же Оказывает Влияние Бактерии У Вас Бактерии У Меня Бактерии Как Пропада Приводит Пример В Багаватом Солнце И Растение А Вот Недавно Гуру Махараш Говорю Цветок Лилии Когда Пчела Собирает Нектар Солнце Появляется Он Раскрывается И Пчела Начинает Наслаждаться Нектаром И Забывает О чем О Времени И Солнце Кто Виноват В том Что Пчела Попала В Капкан Лилия Пчела Или Солнце Кто Пчела Лавля Тебе Значит Кто Виноват Дрожжи Торсунов Я Кто Еще Я Вас Поэтому Спросил Вы Сейчас Понимаете Откуда Родилось Это Вы Сказали Да Понимаю Вы Значит Не Понимаете Откуда Рождаются Противоречия Не Извне Там Шлюха Пляшет Ари Кришна Спасибо Большое Ран Шримад Багаватан Киджай Шилапрупада Киджай Шишинитай Гуран Киджай Гауру Приминанды Харивов Багаватан Багаватан Багаватан